Субтитры делал DimaTorzok Еще одна интрига матча. Нападающий Андрей Русанцев нынешний сезон начинал к Симкоре. В его составе даже выиграл Суперкубок Ульяновска. Но аккуратно на экваторе турнира неожиданно для многих перешел в контактор. По иронии судьбы за тур до окончания соревнований оба команды сошлись в матче, который во многом определял судьбу бронзовых наград. Поначалу было тяжело войти в команду, как не знаешь игроков, их действия. Я к концу чемпионата чувствую себя гораздо лучше, наверное. Ребята начали мне играть, доверять и начинается качество свои проявлять. Против своих бывших Русанцев начал с места в карьер и отличился уже на 25-й секунде матча. Нападающий здорово открылся и, получив в своевременную передачу, расчетливо катнул мяч в самое уязвимое место голкипер Антона Загородникова. Но это было только полшока. Настоящий шок наступил через пару минут, когда Владимир Гвозьев на пару с Марсом Кугубаевым стремительно заиграли штрафной и отправили второй мяч у ворота Загородникова. Казалось, что Симкор мысленно остался в раздевалке и только-только собирался выйти на поле. Они сильнее настроились и, не знаю, так получилось, как неожиданные два гола. Они у нас сбили чуть-чуть ритмом. Забив два быстрых гола, контактор вынудил соперника заниматься не свойственным для него делом, искать счастье в позиционных атаках. Титаническими усилиями Симкор один гол даже отыграл, отличился Ленин Рвахитов. Но это был только эпизод. Контактор выглядел заряженнее и по спортивным наглее. Иначе Русанцев вряд ли бы пошел на такую авантюру, как сольный проход и удар в верхний угол ворот. Красиво и результативно. 3-1 в пользу контактора к перерыву. Они сейчас будут играть, они сейчас в обанку пойдут. Они будут играть. Мы стоим, 4, вот. Человек ходит сюда, сюда. Понятно, Макс? Не бежим вперед, не надо бегать, Макс. Все, стой сзади. Симкор действительно пошел в обанку. Вскоре после отдыха заработал пенальти. Это Сергей Биганский удачно подстроился под беспечный бросок голкипера, контактор Андрея Дубинина. Ильмир Рвахитов долго готовился к удару, но запустил мяч в небеса. После игры все констатировали, это был ключевой момент поединка. Переволновался. Все-таки на кону стояли бронзовые медали. Из-за этого, скорее всего, переволновался просто игрок. Но всех вешать собак на него не стоит. Он доказал в игре, с этого стандарта, с игры забивал. Пытались отыграться. Эти попытки больше напоминали потуги, поскольку контакт одержал нити и игру в своих надежных руках. Продолжал резвиться Русанцев, который в итоге наиграл на хит-трик. И своему третьему голу радовался словно чемпионству. А самый красивый гол-матч все же забыл Владимир Гришин. Свой славный на проход он начал в центре поля. И на пути к воротам играючи ушел сначала от Вахитова, потом от Козлова и хладнокровно переиграл к локиперу Кузнецова. Впрочем, Симкор лицо сохранил. Команда тренера Петра Дементьева сражалась до последних секунд и не позволила соперник победить крупно. Все тот же Вахитов, а также Акуневский и Артем Гришин сделали итоговый счет более-менее приемлемым. 6-4 в пользу контактора. Однако это поражение стоило Симкору место в лидирующей тройке. Я считаю, закономерно выиграли. У команды Симкора вообще не было, в принципе, я думаю, даже шансов на победу, потому что все моменты мы использовали и просто переиграли. Без шансов для соперников сыграли в этом туре и Ника Берхов, и Симбирская погода в доме, и Кристалл. С баранка они оставили ПСК, Волгус Дюшор, Авангард и Промресурс. Победители в этих матчах забили в сумме 38 мячей. Проигравшие ответили только пятью. Безоговорочное преимущество. Хет-триками в составе триумфаторов отметились Андрей Манышев из Ники и Виктор Злыдарев у горожан. Результаты тура до нельза обострили борьбу как за золото, так и за бронзу. При этом Симкор впервые за долгое время потерял место в тройке лидеров. А Промресурс лишился даже теоретических шансов на призы по итогам сезона. Зато для шести команд заключительный 18-й тур станет определяющим. Симбирск и Ника в очном противостоянии разыграют первое место. Если победит Ника, командным предстоит дополнительный матч. Контактор постарается обыграть потерявшую мотивацию Промресурс, чтобы гарантировать себе бронзу. Погода и Симкор, в свою очередь, будут ждать осечки соперников. В общем, в последнюю субботу февраля в спортивном комплексе Ульяновского государственного будет очень жарко. Начало тура в 9 утра. Субтитры создавал DimaTorzok